Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю. История эта, скажем так, уже закончившаяся. Научение, поучение для вас, как может быть, девчонки. История, ну, назовем так, о предательстве мужском. Так что давайте приступим. Здравствуйте! Начала ваш смотреть канал после того, как безумно влюбилась в турецкого мужчину из Аданы. Итак, как все начиналось? Это случилось этим летом. Мы познакомились на Тиндере. В этот момент он не был в Москве, а планировал приехать в командировку. У него был свой бизнес по приезду. У него был свой бизнес по производству обоев, домашнего интерьера. Есть свой магазин в Москве, как он сказал. Он часто приезжает в Москву. Переписка началась ровно. Он рассказал о себе, я о себе. Но был один момент. Он спросил мой инстаграм и добавился ко мне. А к себе меня не добавил. Ой, у него тогда было ноль подписчиков. Он публикации... Но публикаций различных полно. Хакан сказал, что не доверяет никому и к себе никого не добавляет. И если нужно, то скинет просто свои фотки в Телеграм. Ну ладно, пофиг. Первая встреча прошла в шикарном ресторане. Он приехал с подарками и был очень обходителен и заботлив. Мое сознание помутнело, смайлик. Меня это очень было для меня необычно. Мужчина ни разу меня так не видел. И уже на первом свидании все прелести жизни. Но были звоночки. Походу, у него проблемы с алкоголем. Потому что он очень много пил и был очень груб, заносчив с официантками. Потом зашел разговор об опыте знакомств с Тиндера. И он начал поливать грязью женщин, с кем у него были свидания. Что они за ресторан и подачки готовы отдаться прямо в ресторане. А потом идут опять на Тиндер, когда его нет в Москве. И ему изменяют. После этого просто кусок десерта у меня застрял в горле. Он быстро опомнился и сказал, что видит, что я не такая, а я интеллигентная, чистая девушка. Дальше мы пошли в бар. Он меня нежно обнимал и целовал. И я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Так, здесь остановимся не вам в укор как-то, да, в истории девушкам, другим, кто слушает, и в такое еще не попадал. Если вы слышите, что поливает грязью женщин своей нации, вообще женщин, здесь женщин с Тиндера, точно оттуда же, откуда он с этой девушкой познакомился и все прочее, говорит о том, что потом и вас поливать грязью будут. Вложил поехать к нему в отель, но я отказалась. Я не была готова к постели на первом свидании. Он заказал мне такси бизнес-класса, и я уехала домой. Дальше были нежные переписки, и он писал, как ему одиноко в Адане, и что у него не было почти год отношений, как он обо мне мечтает. Он много ездил по миру, по бизнесу, но таких, как я, не встречал. И вот он снова приезжает в Москву и говорит, что на несколько дней мы встречаемся, подарки, ресторан, и он уже настойчивее стал на меня давить, что никуда у меня не отпустит ночью. Я остаюсь с ним. Мы поехали к нему в отель. Шикарный вид на Москву-реку, с высоты птичьего полета из высотки Москвы. Эти виды придавали романтику. Утром кофе в постель. Моим уходом он сказал, береги себя, как будто мы прощаемся навсегда. И тут во мне что-то щелкнуло. Я была уверена, что каждый вечер он будет проводить со мной, пока он будет в Москве. Но на следующий день никаких сообщений от него я не получила. Когда я ему написала, он сказал, что у него бизнес-встреча, а через день он улетает, и когда будет в следующий раз в Москве, даст мне знать. В моей голове млекнуло, что когда я была у него в номере, в шкафу-то висело около семи рубашек. Это что, на два дня, что ли? Серьезно? Я впала в депрессию. Но у меня есть авантюрная подружка, которая сказала, давай поднимайся, давай его проверим. Подруга пробила его по турецким сайтам, и выяснилось, что он женат, жена русская, и у них есть дети. В его рабочем аккаунте, в инсте, который он ведет, он подписан на невероятное количество русских женщин, которые никак не связаны с его бизнесом. Также мы нашли в Телеграме, это отзывы были на этого Хакана. В Телеграме какой-то черный список есть, где девушки пишут отзывы на мужчин с Тиндера, с которыми встречались. Про него написали, что он парфюм дарит фейковый, ведет себя неадекватно, он алкоголик и склонен к абьюзу по отношению к женщинам. Считает всех русских доступными женщинами, готовыми отдаваться за шоколадку из Аданы. И перед каждой поездкой создает список девушек из Тиндера на каждый день, чтобы весело проводить время. Мы с подружкой поехали в ресторан рядом с отелем, в котором он жил. И что я вижу, сидит мой Хакан и дарит подарок уже другой девушке, и также заботливо ухаживает за ней. Я онемела, от такого у меня просто началась паническая атака от увиденного. Он нас не видел, мы просто повернулись и ушли. Не хотелось от этого всего просто отмыться. Совет девушкам проверять этих Хаканов из Тиндера максимально по всем соцсетям. Смотрите все лайки, всякие турецкие сайты по фамилиям, по фото через имейдж, до того, как разобьют вам сердце, а не после. Отличные примеры истории. Спасибо, что написали. Это классика жанра, старая как мир. Вообще, у таких гастролеров их очень много. Ну, это красивый гастролер при деньгах, который ЧСВ свое повышает в себе там и так далее. А еще есть такие гастролеры, которые живут в России, да, кто приезжает на заработки. Сейчас их стало поменьше стало с кризисом, с пандемией, со всеми делами. Очень много на всяких сайтах знакомств сидит турок, которые в вашей стране, в вашем городе, скорее всего. Они такие же неимоверные бабники. Чем они вообще опасны? Тем, что, как правило, у них вообще дома есть жена и дети. Жена, скорее всего, турчанка. И, например, даже есть такие истории, когда жена в курсе мужевых похождений. Ничего ему об этом не говорит. Знаете, почему? Ну, это такая же определенная категория таких турецких женщин, которые такое себе позволяют. Есть такие. А ей наплевать, что он делает. Она его не любит. Он ей, как муж, не нужен. Ей нужны деньги, чтобы он содержал ее. Детей, чтобы они хорошо жили. Поэтому он едет на заработки. Что он там делает? Что он там вообще? Чем занимается? Это его дело. Ей вообще наплевать. Обычно в таких семьях, вот таким отношением, у них очень проблемы уже. Это уже грани разрыва и развода, которые они оба не хотят из-за АИПа, из-за родственников и так далее. И тогда муж, назовем так, сбегает на заработки, если такая возможность у него по работе есть. Или там профессия позволяет. И все замечательно становится. Они ругаются, мужа нет, деньги есть. Зашибись. У тебя спросят, где твой муж, ты говоришь, что он на заработках, он карьеру строит, за границей работает, даже престижно звучит. Сразу говорю, это невысокий уровень жизни у этих людей. Потому что зарплата, и сейчас в Турции тоже жить дорого все равно, это то, что они где-то либо в провинции живут, либо в маленьком городе семьи. У таких людей это, ну, такое чаще просто встречается. И деньги, которые отправляют, у них нужна жизнь свою какую-то уху от деньги. И то, что он семье отправляет, им этого, значит, достаточно. Короче, все удобно устроились в этом виде, счастливы, короче, да, всех все устраивает. Вот, девочки, если вы знакомитесь с такими гастролерами у себя в стране через всякие сайте знакомств, там, или по работе, или еще где-то, как-то не важно, я вам сразу говорю, очень велик процент опасности с ними, что у него есть семья официальная, которая его отпустила. Второе, если вы надеетесь, если вы везти из семьи, он никогда не разведется, потому что он убежал на заработки в другую страну, чтобы не разводиться и не аипиться, и алименты потом не платить жене, ему проще вот так откупаться, отправлять деньги с заработанной, да, то есть это тягомотина, эти сопли, он не разведется, что бы там ни обещал. Это навсегда, он приклеил, он трус. Третье, сразу говорю, он избегающий, он трус, ему проще бежать от проблем и так далее, прятать голову в песок. Вообще по характеру такой чувак нужен или нет? Четвертое, он очень много врет, его двойная вот эта жизнь. Он вам очень много обещает, и очень велик процент, а-ля там 90, что до правды, до конца вот его обещания не дойдут, останется все на уровне обещаний. То есть мало что с такими выгорит. Вот идеально знакомиться с вот таким, назовем так, гастролером, если он средних лет, типа еще молодой, там 25-35, не был женат или не состоит в браке. Ну, по ей-девилету вы можете проверить, если что, на сайте вы можете узнать, женат он или нет, все это вскроется. Вы знаете, смотрите каналы блогеров, и мой в том числе, это можно все проверить, да. Я сразу говорю, если там молодой чувак, не был женат еще, у него реально, или он реально в разводе, тоже можно узнать, ну, лучшим без ежедневенцев в виде детей, жен и прочих. Почему? Они более независимые, принимают сами решения, не обдумывают, что он кому что должен и обязан, то есть легче на подъем. А вот у таких чуваков есть шанс создать с ними семью, у меня есть даже, у меня есть клиентки, у которых мужья в Турке, в России живут, они там женились и так далее. Они все в основном были раньше не женаты или они уехали свободными из страны, они действительно искали отношений, встречались, то есть это нормальные, серьезные отношения, такое бывает. Но очень часто именно люди, которые едут в командировку и на заработки в другую страну, едут по нужде, а не по профессии, например, классный специалист, хороший инженер какой-то, проектировщик, там, и всякая такая узкая специальность какая-то у него, где его позвали на проект, такие же турки, как он, например, да, какая-то турецкая компания, которая работает, ну, там, в России, например, да, там, потоки всякие, намного еще, много еще такого бизнеса есть. Ну, короче, пригласили как узкого специалиста, это одна история, как, а-ля, там, карьера или, там, контракт на 3-4 года, например, такие, да, вот, то есть он едет на 3-4 года, может, вот с таким можно познакомиться, это перспективно может быть, он молодой, еще не, но он тоже гуляка будет и по бабам всяким, тут дорвался, понимаете, еще и иностранец, знаете, как у нас к иностранцам. О чем говорить, если такой чувак перспективный, например, симпатичный иностранец с работой, с хорошим заработком, молодой, свободный, без семьи приезжает, и когда не надо ничего делать, бабы сами к тебя липнут, прилипают, как на магнит, то есть вы в любом случае такого чувака либо сразу подлавливаете, когда он приехал в вашу страну, либо, пока он еще, знаете, не просочилась в него вот этот весь разврат, вседозволенность, ой, девочки, это будет вообще комбо просто ужасно, если это произойдет, и вы с ним познакомитесь через годы его там жизни, когда он уже все уже поиспытывал на себе, пожил, опыта уже подзаработался, вам будет с таким тоже трудно, сразу говорю, вот идеальный момент, молодой, не женатый ранее, специалист какой-нибудь узкий на контракт на 3-4 года только приехал, это будет еще настоящий турок, как его в семье воспитали, скорее всего, честно скажу, ну а все остальное, это уже будут проблематичные остальные варианты, если у него там жена какая-то, это все, до свидания, второе, если он там уже пожил, извините, потаскался, поузнавал все, и, короче, искушенный такой человек будет, это уже худшие качества, еще хуже, наверное, чем женатый чувак, и вообще ничего не сдерживает, наглый будет, это жесть будет, так что, короче, девочки, ладно, я вас, наверное, разочаровала и ничего хорошего вам не сказала, но спасибо автору, что прислали историю, и, так что, девочки, в Тиндере, будьте осторожнее, это уже не только на сайте знакомств, но и в Тиндере, так что, кому нужна моя консультация психологическая, в инфобоксе под видео, там я пишу в мою почту, напишите, тема письма, консультация, я вам отвечу. Присылайте свои истории, спасибо за внимание, всем пока!